Сырые семечки подсолнуха, несоленый арахис, подсушенный белый хлеб, проса. Такому угощению будут рады и синички, и снегири, и голуби, и воробьи. С наступлением заморозков мелкие птахи нуждаются в подкормке. База зимой, как известно, значительно уменьшается. И человеческая помощь – огромное подспорье для того, чтобы городские пернатые пережили зиму. Правда, и здесь есть свои нюансы. Ни в коем случае нельзя птицам давать испорченные продукты, любые. Мы, как обычно, привыкли. Вот что-то у нас пропало, испортилось, мы выносим и даем это птицам. Это ни в коем случае нельзя делать. Особенно это касается хлеба с плесенью. Сало птицам можно. Сало должно быть не соленое, не копченое. Обычный просто свиной жир или вообще любой животный жир. Можно куриную обрезь, можно и говяжий жир давать. Такая подкормка актуальна в морозы. Ведь сало обладает большой энергетической ценностью. Когда птицам как никогда нужны калории для обогрева. Я всегда использую сало. Оно привлекает и синиц, и дятлов. Дятлы с удовольствием будут на нем кормиться, если вы его примотаете веревочкой прямо на ствол дерева. Они ползут по стволу, доходят до этого сала и с удовольствием клюют его. Для тех, кто хочет покормить птиц, но сомневается в выборе угощения, есть специальные смеси. Приобрести их можно в обычном зоомагазине. Довольно часто рекомендуют брать различные зерносмеси. Если мы берем зерно в чистом виде, обычную пшеницу или любое другое зерно, редко какие птицы его едят. Все-таки это корм довольно грубый. Синицы насекмоядные, они заточены под более нежные корма. А вот когда в составе зерносмеси, такой корм уже птицы более едят охотно. Но обычно сюда включают просо разные виды, семечку, овес. Есть свои тонкости и в кормлении хлебом. Так он обязательно должен быть свежий, но слегка подсушенный. Причем подойдет только белый. Черный хлеб пернатым лишь навредит, вызывая брожение в желудке. Иногда бывает семечками, да, подкармливаем. Голубей в основном сын кормит. Очень нравится. Летом им полегче, а вот сейчас их даже не видно, кроме сорок или воронок. Ну и все, и голубей. Даже этих птичек маленькие, видно такие, с желтыми этими. Ну, синички. Орнитологи рассказывают, подкармливать птиц традиционно начинают в синичкин день – 12 ноября. Угощения будут актуальны, пока не начнет сходить снег. Примерным окончанием зимней подкормки служит Международный день воробья – 20 марта.